Доброго времени уток, всем дорогие друзья! С вами по-прежнему Каспер И сейчас с нами будет адекват Ты тут? Да-да, привет и привет О, отлично, да, да, вот, еще раз всем привет и привет Ну что ж, друзья, мы продолжаем Смотреть Турнир под названием ESP Shock Therapy Cup Теперь У нас очередное сражение Скажем, да, воюют Теперь уже не Sigma и Empire А Fnatic и Liquid Команды Очень интересные Достаточно сильные, стоит отметить Фнатики у нас тут тоже были на лан-финалах Вообще, слушай, у нас сегодня действительно Два боя с финалистами Старсирии С участниками Ну вот, одни благополучно проиграли Сейчас посмотрим, вторые проиграют или нет Ну да, и Liquid и Fnatic Собственно, две очень серьезные команды В каждом, можно сказать, своем таком дивизионе Такая американская команда Которая вроде там тоже не прощает Среди своих Фнатики тут в Европе тоже трощат И пытаются везде выигрывать Поглядим Собственно, Best of 1 Должно быть интересно Да, ну вот Я, кстати, не могу проверить пинги У тебя консоль работает Да Вот, проверь пинг, пожалуйста На каком сервере играют Это очень важно Так, ну, судя по всему На американском сервере играет Потому что у Liquid в пинге под 120 Это под 150 Собственно, у Fnatic Выше Больше 150 Под 200 Ну, да Значит, играет, скорее всего На американском хосте Так Ну, у меня самый большой пинг Среди всех европейцев 250 Ну, ты же там далеко где-то, да Сидишь, по идее Ну, в Казани, как бы Ну, да, да Не, ну, типа Подальше, чем я, по идее Так что Ну, да Так что все логично, да Так, что у нас там Первые баны уже были сделаны Это Слушай, я что-то как-то За Liquid'ами особо Не смотрел, скажем так У них какой-то новый спонсор, что ли Появился HyperX Не, это их, на самом деле Древний вроде как спонсор Видимо, спонсор намекнул им, что Пора бейтеги ставить Пора бейтеги, да Прописывать Возможно Ну, я просто, насколько помню Там, Kingston у них давненько Вроде Является Поддержкой организации Или это у EG Он уже сто лет был Возможно, возможно, кстати Куда-то А, там же было какое-то Супер слияние EG Liquid Что-то такое Да, да, да Так что Возможно, да Возможно, сейчас это Типа новый спонсор Который нифига не новый Ну, ладно Да, ну, в любом случае Первый бан уже сделан Минус Elder Titan Минус ДК Ёла, Химика тоже Забанили Так, ну или какие-то Виномансер Фнатики Луна Пугна Как те первые пики Вот Пугна мне уже Очень нравится Вот я вижу Пугну И сразу понимаю Сейчас начнется экшен Сейчас начнется Вот это вот Бластирование Вардирование Сосирование То есть Все будет на высшем уровне Ну, особо-то Игры с Пугной Надолго не задерживаются Что самое главное Они довольно-таки Скоротечные Ити к матче Получаются Так что Поглядим Ну, мне еще Очень нравятся У Фнатиков никнеймы Которые они поставили Такие добрые Бро Тейл Эр Тейл Ну, Тейл Да Один Ханни А, Флай тоже Такие вообще Терпилы Ну Не поддержали Хотя у них Как-то не звучало Наверное Хотя Флай Тейл Тоже неплохо Ханни Тейл Ну ладно Ну, Бро Тейл Так, Нюкса В час Бро Тейл Самый крутой Вообще Да-да-да Так, ну да Нюкса забирают И начинается у нас Вторая стадия банов Это Клаквург Ну, по идее Должны банить Что-то вот Что будет С пугной Хорошо сочетаться Ну, не то Чтобы с пугной Хорошо сочетаться Что будет Сочетаться Хорошо Вот с этим Пуш Потенциалом Таким Неплохим На самом деле Ну, тогда По этой логике Нужно было банить Какого-то лесника Типа Энчантри Сичена Чтобы не давать Усиливать этот Вот сильный Пуш Потенциал Но, что самое Интересное Фнатики сами Энчантри Самую забанили Так что, видимо Не особо-то и пушить Собираются Фнатики Ну, может Не, может Они как раз-таки Чена сейчас и заберут И поэтому Забанили Энчантри Ну, да Как вариант То есть Тут такое дело Потому что Чен-то У Фнатиков Знатный Я говорю Про Ноутейла Который На Чене Отыграл Тоже Огромное количество Игр У которого Действительно Неплохие результаты Пять секунд Ремейн Так, ну что По одному Бану Еще в этой стаде Довольно-таки Интересная Вторая стадь Сигма Мы с этими командами Еще столкнемся Сегодня И с той и с другой У нас после этого матча Будут играть Финнера Против собой Против друг друга По системе Бест оф Трин И потом Заключительный матч Будет Бест оф 1 Бузерах Так вот Да, да Именно так Все правильно Я пока посмотрю Что у нас там на сайте Да, я пока могу сказать Предварительные результаты Какие у нас были У нас Вчера, да Роксы проиграли У команды Сэд Американская Если кто не знает Там играет Фир Юниверс То есть Это нормальный такой Бывший ЕГЭ Скажем так Спиды обыграли ЕХаг Ну и собственно Вот сегодня мы наблюдали Матч Эмпайр и Сигма Я думаю Тут первый раз Не скажу спойлер Чтоб вы вот Прям вот Не смотрели Ничего не знаете И чтоб вас появился интерес Но игра была кстати прикольная Я думаю с этим Никто не будет спорить Игра была классная Но тут у нас переворот Ага Чена забрали Сами Ликвиды Ну причем Была возможность У Фнатика забрать Эту чена Но они не взяли ЦМ Ну может быть ЦМ больше вписывается В их концепцию А какую концепцию Луна Пугна Кристал Мейден Это что Много маны Пугна кастует Все нормально Все нормально Много бластов Много бимов Именно так Ты вот прям Подхватываешь на лету Вот еще и Дазл Много лечит Все нормально Отлично Стратегия Все понятно Сразу раскрываете Свои карты Фнатики Ну вот сейчас посмотрим Ну Дазл Это очень-очень Хороший персонаж Хотя вот Есть одна уязвимость Небольшая у Фнатиков Это то что есть В пике Нюкс Который Очень неплохо Зажигает И Пугну И ЦМку И Дазла То есть Если ребята Будут как-то Разрозненно держаться То этот Джучара Может знатно Попортить нервы Такие дела Так у нас получается Пугна Как на митер пойдет Другого варианта Вроде как и нету Кто Нюкс на мит Ты имеешь в виду Нет Пугна Пугна Да Скорее всего Пойдет на мит Пугна будет стоять У нас в миде Луна фармить ЦМка Дазл Ясный Красный Где будут находиться Если это конечно будет Не какая-то там Убер трипла В исполнении фнатиков В сложную линию Ну Ну да Как раз В сложную Хотя Хотя Луну Можно отправить На легкую линию В соло А Пугна Кристалл Мэйден Дазл Ну с кем-то там Да Например Могут пойти в сложную Или там Я не знаю Или действительно С Луной Кстати С Луной Это три рейнджовых героя Это смотрится неплохо Да Пассивка Это будет нарицать С руки очень плотно Так Ну и ласт пик От ликвидов О-о-о Вот это Это заявочка на победу Интересно Они заранее Придумали этого героя Себе Или вот только сейчас На рейдже Что называется Просто забрали Вот каким-то бешеным Темпом Себе эту Урсу Ну И очень интересный пик Ну типа Ну типа Нюкс мид окей Веномайстер Чен 2 Суппорта Урса на легкой фармит Тогда персонажа на сложную Нужно Или Нюксан на сложную Отправит Тогда в мид кого-то Очень интересно Урса Ну хотя в принципе Урса-то раскладывает По сути дела И Луну И Кристал Мейден И Дазла В принципе Не знаю Фнатиком Ласт пиком Нужно будет что-то придумать Чем контрить этого Урсетского Да Опять же интересно Использование этого Урсетского То есть Как действительно Можно расставить Как угодно И по сути Вроде Разруливать А во-вторых Моноберн Моноберн По пугам Большой прирост интеллекта В игре Или на первом Или на втором месте Пугна находится Понятно Что от множителя интеллекта Моноберн Если зависит То пугне будет доставаться Действительно больно Но вот сейчас мы видим Пак Все-таки не верили В мидера Не думают они Что у Нюкс Пойдет все-таки в мид А решили избавиться От другого мидера Команда Фнатика Убрали Пака Очень интересная точка Да Тут сейчас действительно Майндгеймс И возможно Просто Фнатики знают Как играют Ликвиды То есть мы с тобой Можем тут сидеть Рассуждать 10 минут А в результате Фнатики говорят Да Они типа постоянно С Нюксом в сложную ходят Типа надо бы Умнить мидера То есть такое тоже Возможно Я тоже за Ликвидами В последнее время Не особо пристально следил А вот она Контра Контра против Урсы Это Бэтрайдер Хватаем Держим Луна И Пугна за это время Пытаются Урсову съесть И убить как-то Да, да Это хороший план На самом деле Действительно план Неплохой Ну и Сейчас какой-нибудь там Хотел сказать А, хотя бы может быть Дестройер какой-то А, ну в миде против Пугна Да, кстати Почему бы и Дестройера не взять Странно, что Персонажа в бане сейчас нет Там вроде В последнем патче Ему только Радиус действия Астрала Немножечко понерфили Поменьше сделали Ну а в целом Герой так же Настолько же и сильнее он остался Хотя вроде говорят Пугна С Незервардом Неплохо против него стоит Дес Профит Так это сейчас Товараджи будут падать Просто люто-бешено Ну там и у одних И у других есть Люто-бешено Товаропадалки Правда вот У Тим Ликвид В результате Чен, Веник И Банша Действительно солиднее выглядят Мне кажется Чем Пугна С там ЦМкой и Дазлом Ну и ответил тоже Что в принципе Фнатикам есть чем отпушивать Все-таки Есть отличные спеллы АОЕ Которые кастуются Из дальней дистанции В общем-то Посмотрим Что-таки получится Ребят, разбирайте себе героев Мы будем смотреть на эту карту Так Посмотри Ханни подберет луну И отправляется в мид Скорее всего Да, но они там сейчас Могут еще переслабиться Десять раз Но Я не исключаю Действительно этого варианта Вот судя по Койкви Дана Никсея Понятно, что этот товарищ Будет у нас Так, ну вот Все Ликвиды проиграли Я тебе говорю сразу Сета нет А, ну все Можно даже не смотреть Можно даже не смотреть За спойлери Теперь мы знаем Исход этой карты Тем более Тут бо один Вообще без шансов Пофиг на сервер Пофиг на все Типа без сета Еще одни клешни только на нюксе Как можно играть на нюксе С одними клешнями У тебя есть отличная возможность Спасти эту команду Сейчас быстренько передать Койкви Да, возможно Возможно У меня, кстати Как раз вот По такому случаю Остался лишний сет Который я думал Впарить кому-то У которого будут просмотры На сете Но так как просмотры У меня на сете тоже считаются Что меня немного удивило То все И у меня и остался Лишний сет Я, может быть Его разыграю Где-то у себя в паблике Возможно Я подчеркиваю Ключевое слово Да Или кому-то Впарю Ну Типа Какая разница Как его впарить Если его и так Так купить Ладно Так, ну пока Собственно команды бегают Расставляют ворды Вот райдер Займет сложную линию Да, с сапогом Здесь уже находится Бротейл Бротейл Так звучит классно Вообще Мне прям нравится Да, мне тоже Очень нравится Надо ему как-то Написать Чтобы на постоянной основе Катал Слушай, а говорят Бротейл это фаник С какого Буя Смотри Посмотри его профиль стима Смотри его профиль стима Да, фаник Отлично Да, у меня в друзьях есть Тут у меня написано Да, фаник Это действительно фаник, друзья Вот, собственно Бротейл Ну, отличная замена Хорошая Хорошая замена Так, но трикси Видимо нет Все-таки, да Офнатиков Отсутствует По какой-то причине И вот Решили взять с тендином Фаник Поиграть эту катку Посмотрим Будет интересно Так, ну все-таки, да Ханис Флайм отправляется в мид Луна плюс ЦМ Будет стоять против Деф-Профит Пугну оставили на легкой линии Там у нас будет стоять Эра Ну, испортим Будет Нотейл На Дазли Против Опять Кеникс Они здесь будут стоять Так, ну тут Бэтрайдер уже залетел Выжег вообще Все, что можно было выжечь Огромное количество лесов Пострадало Действительно Такую Неплохую трассу Устроил Ну, Фаник, конечно, знает Как рать на Бэтрайдерах Всю жизнь на сложной линии Как это стоял И, думаю, проблем у него Особых здесь не будет Ну, впрочем Как Урса Виномайсер Хотя Съесть его и этого Фанника таки смогут Там же есть Бешеное замедление По сути дела Получается Плюс еще там Урса Случай укрепнет Тем более, что Рушок он уже прокачал Да, замедлений много Поэтому Расслабляться не стоит Действительно Вот как сейчас, например Ну, правда Сейчас только первый уровень У нас Урса Нет у него там Это Феник еще не прокачал Гель Вот Феник бы попал Фанику было посложнее Но он-то с тапком А эти товарищи Пока без тапка Так что в любом случае У него какое Да никакое Но преимущество имеется Так Тут у нас, кстати Неплохо Ноутейл разменивается С койкой ПХП У тебя у койкой Боттл есть Ну и тут, в принципе Ситуация идентичная В плане хилочек Даблайта в миде Баньша Она особо не мешает Баньша как стояла Со своего лонгринжа Так и расстреливает Экспы Пацаны получают Меньше в два раза Это проблема Как по мне Ну поначалу Пока просто Флай обозначил Своё появление на миде То есть он показал Девпрофит Что он где-то рядом Я буду охранять Как раз таки луну Так что сильно Не напрягай А сам Флай Тихонечко думаю Будет лесами заниматься Там А через фрозбайт Он довольно-таки неплохо Должен фармить крипов По идее Как-то в миде Все равно конечно Ханя оставлять Не хочется одного Ну в любом случае Да Собственно Как ты сказал Девпрофит Будет получать Получается Икс 2 Икспы По сравнению С луной Например Ну и эти Промакшенные Крипсвормы Конечно Очень много Дэмэджа Будут носить Так что Ханя в никаком случае Расслабляться Будет нельзя Да 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 Ну вот Он сейчас На топе Посмотри Там что Вытворяет Фултейл Иди отсюда Жучара Жучара Пострадал Причем Очень сильно Слушай А поезентач Ой Как больно Пробивает Нюкса Да 17 кип Осталось Одной Тычки Не хватило А Фаник Кстати Нормально Стоит себе В инвизию Получает опыт Вообще Не напрягается По поводу Что ему Крипов Надо добивать Потому что Ему они Особо Пока и не нужны Знает Что может Поплатиться За жадность Ну на самом деле Сейчас ему пока Флай делает Дабл стаки Так что Себе там Фаник Наберет Какой-то необходимый Левел Там 3-4 И потом Просто Пойдет в леса Нафармит Очень быстро Себе даггер И все Действительно Будет хорошо Главное Ему не умереть На линии Это будет Его В принципе Основной целью Наверное На данном этапе Хотя Он еще активно Смотри Мешает Феномансеру Делать пул И летает Здесь фарфлайм Жигает крипов Фаник Действительно Очень агрессивно Играет На сложной линии Ну да Опять же За счет того Что у него Сейчас МС Очень-очень солидный Он может Этого виновансера Тут гонять Как хочет Веник Со своими 285 Или Фаник Со своими 340 Ну в спида Тут совсем Разные вещи Правда Вот сейчас Он немного Скажем Ну не то Чтобы оплошал Но Тем не менее Не получит он Денежку За этих волков Хотя опыт Все равно Он частичку получает Это хорошо для него Так вот Урса С визами Четвертого с половиной Уровня Урса Хорошо добивает крипов Первый Крипстат На карте Урсы Даже получше Чем пуг нам Получается Эра Эра сапогом Здесь пока Только с базилкой Так ну вот Флай сейчас готов Будет делать тебе Еще третий стак Там кстати Жука убивают На топе Жук Жук Рака пассирует Ну нормально Отделался Легким испугом Но ты уже был готов Бросаться прям По тауэр Ну вовремя передумал Правильно сделал Наверное Хотя в принципе Есть уже сапог Так что У них все здесь Явно не весело И вынужден кой-кому Возвращаться На базу Хилиться Ну эти петарды На флагах Кто и придумал Я себе Бляхи обделаю Когда-то Я переключаю камеру Никого не трогаю И тут Тра-та-та-та-та-та-та В наушниках Десматрите Как хорошо Фармит фаник Где-где-где Где фаник Не вижу фаник А вот он фаник Ооо да-да-да Тут фаник нормально Поднимает Вот пишут что Деспрофит Первый раз пикают Ну урса Тоже не так часто Пикаем и герои Тем не менее Винрейты неплохие И на урсе И на остальных товарищах Опа и снова Койку пошли зажимать Прям по тавер Тут и конца Классно упадает И Ну как вы уже купил себе сапог Поэтому тоже Довольники неплохой У нее моспит Отходит назад Тебе Война практически Пачек крипов И можно себе Очень без такой Левел апнуть Так да Как тут дела у Луны Луна четвертый с копейками Почти шестой левел Баньша Ну вот Баньша опять же Блин Пульби тут вообще Стоять Не то что Брай Да естественно Его тут могут Убить даже Но Тем не менее Из возможных связок героев Это наверное Одна из таких Безобидных самых Что он их может гонять По черному ЦМка мало здоровья Луна мало здоровья Он там пару Сформов своих попал И все И типу же По пол хп не имеют Тем временем Уже эра На топ лейне Таур таки один снес Турса с бластами его Загрыз Арканы себе приобретает Ну и в принципе Таким же темпом Можно попробовать Давить и дальше В общем бы и нет Так вот спина Будет заходить у нас Ой-ой-ой Там Фанник от Турсы Проседает Ой-ой-ой Как ты же Фанник Проседает От Турсы Да А там Теренюм Флая Забил Да-да-да-да Еще тычку Убивает Убивает Фанника Здесь Тс Ну и на Мите Тоже был неплохой Размен такой Луна в принципе Фраг тоже Сделала Хани Теперь уже против Флафа Да Там экшен На двух частях карты Так что друзья Не обессудьте Там вообще не вариант Кто где успел Да Кто где успел Кто там и подсмотрел Так На целом 2-1 Ликвида остались Выигрыши По сути дела Плюс за ними был Фероспад Так что Зазначено плюси Ну и самое главное Что наверное ТС Все-таки сделал фраг На легкой линии Плюс у него Фрифарм Топовый КС И Ну Урсецкого Как-то забивать Наверное не стоит Все-таки Да Урса при должном Исполнении Унижает Это факт Опять же Я вспоминаю Времена там Nextoff Когда они там ЕГЭ убивали Урсой Также Вспоминаю Времена Интернешнала Не так давно Прошедшего Где тоже Урса с Магнусом В лице Муши Урса кажется Это была Там также Разбивала лица Ну Было очень-очень больно И Действительно Забывать про этого героя Уж точно Никак нельзя Какой-то Башер Или Абиссал Блейд Ну да Здесь конечно В этой ситуации От Фанека Очень многое будет Зависеть У Фнатиков Как он будет Врываться Как он будет Урсу Кондрить Фанек Кстати идет к тому Что будет Соберет тебе Очень быстрый Таггер У него уже 1700 есть Делает тебе Опять-таки Даблстаки И будет Все это дело Забирать Опа Там Way2Sexy Тем временем Получает Позен тач Но Тейл спину Ему тут накручивал Но Без продолжения Помощи Никакой не последовало Да И тут Чен находит Бэтрайдера Или Бэтрайдер Чена Тут тоже Немного не ясно Потому что Чена тут Сейчас могут Сзади поджать И вот Они пошли Уже стаки Да Фанек пытается Задержать Здесь Флафа И Флаф Умирает А Фанек Ушел Ханя В Ханя Нужно Оттавить Таггер Улетает А еще И животных Здесь поубивают Изверги Ну а Дим Пошел Зачем-то Чем Чужие Леса Хотел Соло Забрать Таки Не получилось Ничего А эти Очень вовремя Среди Роли Подоспели Ну плохо Только что Наверное Ханя Фраг Не оставили ЦМ Ксворовала Просто Своим Кристал Новый Фак Хотя Могла Принципе Для Ханя Фраг Только что Пугнул Натопия Расчленил Нюкс Шесть Там Шесть Шестьдесят Пять А тут Да Сорок Тридцит Что-то Вообще Не вариант С другой Сторон Наверное Просто У Фнатиков Игр Поболее Было Сыграно Выборка Побольше Ну Возможно Возможно Опять Чем Курса Владмир Фейзи Владмир Восемь с Половина Минут Заняло Но Бэт Очень Нутбэт И Сейчас Нутейл Тоже Видимо По Нутбэдает А Гель Дал Типа Инвокер Сковать Свола Поставил Да Не пустил Не Вспоминай про Инвокеров Меня так Бомбит Просто Люто У меня В каждом Пабе В каждом Долбаном Пабе Попадается Инвокер У которого Руки Из жопы Я Понимаешь Я пытался Сказать это Как-то Более Политкорректно Но Это реально Факт Друзья Если у вас Есть Инвокер У которого Руки Из задницы Сразу Репортьте его Не стесняйтесь Искореним Криворуких Инвокеров Из 100 Т2 Так Фаник Прыгивает На чена И Метально Так Там Урса Быкует Ой-ой-ой А проблем То у Эры Да Эру Быстро Убивает Правда Урсу Опять же Пойзон Тач И Урса На палме И там Третий Стаг Сейчас Будет Очень Больно Флай Подходит Будет Ль Колба Да Бэтрайдер Прыгает Да ладно ТС Живой О 18 КП Осталось Да Фнатики Здесь Поумирают Все Правда Забежал Хани С ультой Но ульта Закончилась А Хани Да Тоже Заканчивается Ультра Килл От Ульба Хорош Да Ультра Килл От Баньши И Сейчас Баньша Затарится Сейчас Появляются У нее Уже Барабаны Того И Гляди Дальше Какие Нибудь Интересно Соберет ли Эта Баньша Юл Ну Мастхэв По моему Нет Для Дэв Профит Так Все не так Просто Как ты Считаешь Я тоже Считал Что это Был Мастхэв У нас Многие Зрители Частенько Следят За моими Трансляциями Помнят Как я Форсил Хэштег Под названием А был бы Юл Когда Баньша Ее Всегда Убивали Чуть ли не Самую Первую Ее ульта Длилась Ровно Полторы Секунды Но Она Там Действительно Очень сильно Солила Если Она Оставалась Жить Три Четыре Пять Секунд Или Дольше Почти Все Умирали Баньша Видимо Не понимала Что На 56 Минуте Вместо Восьми Артефактов Можно Купить Один Юл И Победить Ну Тут Чена Убивают Да Вот тут Экстримчик Помнит А чем Заганкали Опять Неплохая Выска Три Один Один У него Стат Сейчас Мидасом Будет Набирать Какую-то Какую-то Денежку Ну А Фанник После Даггера Ну Что Сам Наверное Обидное В том Замесе Что Все Так Урсу Не Добили Это Наверное Самое Печальное 2 0 1 Стат По Прежнему Утси Пока Без Смертей Бегает Этот Парень Да Урса Там Ушла Конечно На Так Бротейл Точнее Бротейл Это Фанник Ну Грейф Конечно Висит На какое-то Время Ой Топа Ужимает Ну Ладно Патрайтер Таки Уходят Да Да Там Правда Ноутейл Подставляется Вот Урса За ним На Фейзах Просто Сбегает Да Это Минус Дазаль Умер Умер Мечал Жаль И Еще Эру Находят И Тавр Пал Да Фнатики Посыпались Да Плохо Это Да Когда у Death Profit Конечно 6.02 И 1300 Монет Уже Есть Фейзы Барабаны Это Всего Лишь На 12 Минуте Это Заставляет Немножечко Задуматься Команды Фнатик Где-то Они Слишком Нафидонили По-моему Да Опять же Левел У Death Profit Как ни У какого Мне кажется Другого Героя Играет Важную Роль Потому Что Этот Сайленс С Нереальным Аое Прирост По ДПС Уйдет Действительно Колоссальный Такие Выстрелы Была Это Конечно Серьезная Проблема Сейчас Если Посмотреть По Левелам Таблицу Можно Увидеть Что Там 11 10 Идет Банша И Урса 9 Нюкс А Там 10 Только Луна У команды Фнатик Остальные 8 8 7 6 Ну Хорошо Что Хоть 6 И У всех Есть Уже Хотя ЦМ Этот 6 Здесь Наверное Команды Фнатик Больше Теперь Уже На Луну Нужно Ей Фармить Других Врядов Нет Пока Вроде Держит Топ В Нет В Сх Они Пытаются Фармить Спорт Маску Покупает Себе Там Заминатор Потом Будет Делать Себе Какие То Стаки Но Вот Если Нафарм То В принципе Там Как-то Сурсу Еще Можно Через Маттастар Повоевать Попытаться Но Все равно Конечно Будет Очень Сложно Это Делать Да Конечно Единственный Упор Только На Фарм Луны И Никак По Другому Но Опять же Есть Проблема Если Сейчас Ликвиды Начнут Драться То Луне Просто Не дадут Времени Пофармить А Ликвиды То Уже Готовы Воевать И Они Сейчас Пойдут Я думаю Где-то Вышечки Забирать Не Получилось Но Все-таки Встречает Сопротивление Может Какая-то Сватка Намечается Посмотрим Так Ну Кстати На самом деле Сейчас Выгодно Очень Команде Ликвид Собственно Нападать И Сносить ТВРА Они Спаситель Силы Могут Сейчас Действовать Очень Отфармен Адф Профит Есть Вот В Нальдком Будет Сражаться Пока Без Хани К сожалению Хани Без БКБ Он Сделать Ничего Яша Что угодно Короче Хотя бы Яша Для начала Что просто Бегала Чуть Более Быстро Била Чуть Более Быстро И Если Что Могла Как-то На педали Надавить Пошустрее Что Это Одно БКБ Оно Такое Вяленькое Таким Бульбов Включается В ульту Да Чтоб Попроще Был Забирать Тауэр Покупается Кстати Виталий Тебур Сперва На плотность Видимо Какой-то Серьезная Заявка На такой-то Ранней минуте Учитывая то Что Нюкс Стоял В сложной Это Очень Хорошо Еще и Арканы Не будем Забывать Да Еще Если не до них Пор Блин Даггер Наконец-то Не ест Ману Что Например Для Шейкеров Нюксов Кто там Еще Такой Манозависимый Герой Очень Очень На руку Идет На самом деле Кстати Отличное Нововведение Вот Мне тоже Одно Из самых Крутых В последнем Патче Что Мне понравилось Фикс Я просто Сегодня Буквально Играл На Шейкере Я реально Почувствовал Эти 75 Потому что Ты бегаешь Блинкаешься Как попало Вообще Не задумываешься Ни о чем Намного Мобильнее Становится Герой Зато Теперь Меньше Трепотно Относится К этому Даггеру Как-то Как К обыденности Какой-то А раньше Даггер Нужно Для него Маны Оставить 75 Что Суть Чего Бау Отсюда Да И Ханни Очень Интересный Моб Исполнение Ханни Забежать Два Тавр Сейчас Соло Просто Сделал Такой Фрак Красавчик Да Я думаю Не каждый Будь Такой Сделал Лишнюю Денежку Все Получает И Все Ближе Ближе К БКБ Шке Остановится Так Ну Статике По возможности Конечно Пытается Оттянуть Кремя Становение 5 на 5 Сейчас Пытается Как-то Разменивать Коварами Но Рано или поздно Конечно Собраться Месте Придется Как-то Дехать Фанник Да Кстати На Фанника Набрасывается Здесь И Фанник Нет Тут Шаллогрейв Причем Очень Вовремя А вот Койко Не выживает Райдера Маны На лосо Нет Он Никак Этого Урсу Приостановить Не может Лол Да ладно Там Сноутейл Через Секунду Будет Убивать Да Да Тут Первое Действительно Успешное Мероприятие Для Фнатиков Важно В таких Врывах Когда Ликвид Действительно Вбрасывается В атаку То Либо За один Стан Нюкса Этого Даззла Как-то Убить Либо Саленсом Накрывать Его От Дэв Профит Ну Потому Что Действительно Спасает Очень Сильно Сейчас Даззл И Этот Грейв На Бот Райдера Сейчас Очень Сильно Зарешал Наверное Да Конечно Он На самом деле Этот Шеллоу Грейв Он Убивает Такой Ну В корне Убивает Такую Характеристику Как Инициатива Во время Драки Потому Что Ты Сразу Теряешься Что Делать То Некоторые Коллективы Знают Заранее План Действий И Знают Что Сейчас Мы Идем Если Кидают Шеллоу Грейв Моментально Переключаемся На другую Цель В основном Некоторое Время Еще Бьется Тот Ж Бэтрайдер То Серьезно Такой Фанний Момент Был Видел Сейчас Бим Залетел Там Кентавра Пытался Чен Отправить На базу И отправил Его Но Трупик К сожалению На фонтане Да Мы Кстати Писали Что В прошлой Игре Подма Единственная Которая Выжила Она На самом Деле Не Выжила Она Трупиком Улетела С Тот Самый Меканзам Хорошо Ханни Осталось Буквально Там 300 Монет 200 Монет Уже Все Почти Готово Как раз Мидас Проюзал Кбшка Ну и в целом Себя уже Траки Может Как-то Показывать Немножечко Подраться Кучить Ультимейт И не Бояться Здоровья Хотя Все равно Здоровья Придется Бояться Все-таки Эти Вот От Деф Профита Больше Будут Летать Ну да Да Ну Радуфатас Такое Ситуативное Весьма Решение Так Вышку Забрали Но я думаю Что дальше Вряд ли Пойдут Нам Там Вот Например Гуру Доты Подсказывает Что Дес Профит Выдает Физический Урон Взухов И БКБ От этого Не помогает Но Друзья К вашему Сведению Тот же Виномайсер И Допустим Дает Магический Урон Тот же Нюкс Копает Магическим Уроном Чен Дамажит И много Чего делает Так же Магическим Уроном Урса Клэпает Так же Магическим Уроном Так что От духов Ну и что Соберет Луна Себе Гост И будет Бегать В нем Как идиот Не поможет Да Вот это Дело То есть БКБ нужно Просто для того Чтобы Луна Спокойно Могла Перемещаться Во время Сражения Это главная Проблема Потому что Если ее Зацепят Ее Убивают Просто Там За долю Секунды Так Она Хоть Успевает Мансить Как-то Там Дамаг Вносить Или еще Что-то В этом Духе Так Ну тут Опять-таки Стояние Возле Рошана На дом Хага стоит Команда Ликвид На другом Команда Фнатики И все Чего-то Ждут Какой-то Инициации С другой Стороны Сейчас Посмотрим Кто Будет Первый У кого Нервишки Задут Кто Первый Бросится В атаку Ну Ханя Между делом Там Еще Пытается Подфармить Эншентов Потихонечку Так Тут Фаник Пока Взлетел Его Спалили Крипы Донный Сейчас Нормально Вроде Да Понятно Фнатики Уже Поняли К чему Идет Дело К тому Что Луна У них Толстеет К тому Что Перспективы У них Вроде Неплохие Теперь Уже Ликвиды Должны Поднапрячь Извили Ну Вот Супер Пиковое Преимущество Оно Было Не таким Уж Супер Пиковым Всего Две Сполой Тысячи У Ликвидов Ну Да Немножечко Притормозил Их Последний Этот Врых Где Они Вдвоем Умерли Урса Плюс Нюкс И Сейчас Они Уже Так Не бросают Рьяна В атаку Безбашено И Вот Уже В пятером Начинаются Перемещения Которые Обычно Начинаются После минуты Тридцатой Но Двадцатой Минуте Игра Приутихла Так И Смакевич От Ликвидов Кстати Возможно Видели Да 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 Но Тейл Смог С него То ли Слетел То ли Нет Но Он поднялся Немножечко Приподнялся Там Да Да Вот Поймали Но Тейла Как Его Быстро Здесь Просто Вы Потрошили Флай Урота Фатас Вот Ротофатас И Флай Ротофатас Минус 2 Неплохо Неплохо Получилось Командой Тимлик Да Вроде Суппортов Забрали Но Все же Приятно Хотя У Суппортов Таймер На Респаун Достаточно Маленький Но 20 секунд Урсия С Баншой Хватит Для Рошана Как же Они быстро Этого Рошана Пилят Сейчас Ну и Все Ну сколько Прошло Ну секунд Десять Наверно Рошан Упал Рошан Упал Радиент Ну что БКБ Скоро будет Урсы Тоже Ну опять Так Хочется увидеть Наверное Файт 5 на 5 И кто же Там В итоге Окажется Сильнее Пока Вроде Обе Команды Не особо Стремятся К этому Файту Подфармливают Кстати Вот Видим Что Эра Пойнт Бустер И Будет Все Покупать Аганим Сосать Бис КД Это Круто Пугна Будет Высасывать Абсолютно Всех Да Я думаю Те кто смотрели Финалы Старсерии И Хвоста Напугните Прекрасно Помнят Что такое Сосать Бис КД Босс там Реально Насосал Очень Классно Так Ну И И Луна Как там у нее дела Луны Дела Неплохо На 3000 Неплохо Ну за счет Мидаса По нетворцу Она даже Сейчас впереди Там 2000 денег Она ведет Перед Тоже самое Тэф профит Но пока Ханя еще Пытается Что-то Нафармить И пытаться Потом Выходить Флейт С какими-то Артефактами И драться С руки Трелеси Уже есть Плохо В целом Фарм Пока идет Ну именно Кажется плохо То что Ликвиды Очень активно Начали Начало Этой игры И Вроде Схватили Какую-то Инициативу Но сейчас Вот Приослабли Приосновили Свой пыл Такой И ничем Пока не Занимаются Просто Бегают Тоже Фармят Ну да Урса Это с даггером Она Вроде И есть Но Ее вроде И нет Актуально С даггера Теряется То есть Да Даггер Был куплен Очень-очень Быстро И вот Сейчас Вообще Практически Не пользуется Никак МТС Да 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 Не Ну А был бы Юл Это будет Немного Это Следующая Книга Серии Там Милишный Барак Это Первая Часть Да Все Правильно Написал Наш Товарищ Статистик Так Ну что Перебеги Туда Обратно Пятером И От той Другой Команды Ничего Интересного Не Происходит Ты Слушай Скажи Ты Говорил Инвокер Инвокером У меня почему-то В матчмекинге Инвокера Вообще Нет У тебя Какой Рейтинг Или Как У меня 4,5 А Инвокер Значит Выше Рейтинга У меня 4 тысячи И у меня Рейтингов Нет Нет Ну там Она Кидает Примерно Там Плюс Минус 500 ПТС Я думаю Там Не так Сильно Решает Учитывая То Какие Мне Попадаются Идиоты Я думаю Что Там Вообще Ребята 1К Плюс У меня Сидят Как Там Раки Дно А ПТБ 1К Плюс Так Ну вот Все Хорошо Влетает Фаник Но Прошет Слишком Далеко Мне кажется Влетел Но Нюкса Он Вытащил Нет Нюкс Выживает Луна С ультом Но Там Только Одна Урса В БКБ В которую Ульт Вообще Был Я абсолютно Пофиг Двое Игроков Фнатик Уже Погибли Три Фаник Дальше Скажем Путрайдера Пикали Только Под этого Урсу То есть Он должен был Его волосой Поддержать Только Именно Под этого Урсет А Фаник Прыгнул На Нюкса И В итоге Обломал Себе Райдера До всей Команды Да ладно Если Хотя Бытого Нюкса Убили Еще Бог С ним Можно Было Сказать Что Влетел Убили Окей Там Не На Того Влетел А Сейчас Реально Влетел Секунд Не Понимал Что Делать Керри Команды Фнатик Как-то Не Получилось Фнатика Вообще Да Драка Была Именно Мне Кажется В Да В Задумке В Корень Неверной То есть Очень Очень Плохо Вышло Повоевать Здесь Ну И Вот Смотри За Артефактом Луны Как Тебе Такой Вариант Луны Не Очень Как По Мне Ну Вот Что Какие Странные Носки Герои Залетают Что Первый Что Во втором Матче На этом ЕСП Турнаменте Собственно Как Вот Это Скади На Геракопте Саша Яша На Луне Вторым Артефактом После БКБ Странно На мой Взгад Странно Когда у тебя есть Вроде как Яша Купи Ты себе Манта Стайл Казалось Да И Все Будет Нормально То есть Такое Действительно Ладно Им Проигрывается Команда Фнатик Сейчас Все Опять Такие Возродились Ну И Снова Будем Ждать Каких Интересных Моу Вот И Под Смоком Весь Нюксом Скорб Пошли Нападать Кого Ты Ищут Ой Здесь То Паник 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 Никс Промахивается И Уезжает На Форстаф И Взлетает Фаник Летит За ним Никс Боже Мой Что Это За погоня Там Все На Страхе Просто Все Кнопки Пережимал Паник Походу Форстаф Там Никуда Просто Фаерфлай Ну Вроде Как Спас Ну Форстаф Да Если бы На Секунду Задержался Урса Ему Там Нормально Объяснила Не то Чтобы Убила Но Нервы Попортила Знато Забирают Сейчас Без Проблем Ликвиды Сразу Пошли На Т3 Заставляют Конечно Что же делать Тэпа Убила На Свою Базу Возвращаться И Пытаться Как-то Дефать Ну И Все Спокойно Разобрали Ликвиды И Просто Так Спокойно И Уходит Кстати Там Виномастер Никто Номикона Пошел Уже У второго Левела Их Имеет Усиливается Пуш Потенциал Команды Неплохо Как Юнитов Потому Что Там Амармор Подрезали Нехиленько Так Нет Найти Чженжлог Я бы тебе Сказал Точно Сейчас Тоже Точно Никто Не вспомнит Без Заглядывания Туда Вроде Как Да Что С ними Там Сделали Но Самое Главное Неприятное Это То Что Наверное Все Так Пугна Которая БКБ В принципе Иметь Не Будет Эти Бласты Будут ПКД То Есть Вероятность Того Что Пугна Может Умереть Сама Существ Своих Бластов Да Нюкс Тоже Может На нее Внимание Обращать Периодически Потому Что Пугны Там 70 Интеллект Пугна Кстати Тоже Такой Достаточно Грамотный Товарищ Не Стал Себе Собирать Что Нереальное На статы Там Бустерки Туда Сюда Базилка То есть Имеется По сути Только Родной Интеллект Плюс 5 Которые Мека Дает То есть Нюкс Как бы Сильно Не хотел Все равно На супер Сильный Дэмэдж Продомажить Не сможет Но Тем не менее Там Две Соточки Залетать Именно Урона Чистого Будет Просто Как С куста Так Что А у Пугны Там Всего Тысяча ХП Ну да Тысяча ХП Мне так Кажется Что Если Нюкс Ворвется В соло Против Пугны И сделает Весь Свою Рассказ То Убивать Сможет Наверно Да Сможет Сможет Там Еще Кулдаун 4 секунды Всего Лишь На Моноберне Если Нормально Продолжить Преследование Там Два Моноберна Врядно Переживет Ну да Так Ну и Последний Тавер Вне КГФ Вне База Команды Фнадик Падает Собственно Гидрел Забирает Тоже Без Сопротивление Снова Денежку Зарабатывает Тебе Это Профит Очередную Денежку Ну Кстати Там Еул Опять Кирот Фатус Плэйт Мэл 2600 Сейчас Шивус Гвард Соберет Еще Бульба Ну Я Не знаю Какая Должна Быть Луна Которая Смогла Пробить Юрс И Дэв Профиты Всех Остальных Противников Так Я Барда Вообще Отличный Вариант В данной Ситуации Потому что Дешевле Чем Баттерфляй В плане Месов Дает Те же Месы Которые Против Урсы Нереально Важны Так как Урса Если Протыкает Свой Овер Пауэр То По сути Не такой Полезный Герой Становится Ну Блин Посмотрим Я вот Действительно Не помню Разбирать Можно Или нельзя Вроде бы Можно Вроде бы Не так Давно Но делали Фикс Что Теперь Сашу Яш Можно Разобрать Ну Это мы Выясним Совсем Скоро Я думаю Если Действительно Так Сейчас Ханя Разберет То Это Такая Типа Нью Мета Будет Для Керри Героев На Таскать Будет Снится Так Я Немножечко Пригорел От Игры Команды Проигравшей В прошлом Матче Конечно Не будем Называть Их Слух Просто Жесть Да Там Реально Досадно Было Так Ну и Нарошана Вроде как Собирает Северением Ликвиды Ну Шивус Гуард Уже Есть Деф Профит Урсас Дабл Дамедж Баш Прикупает Ну Очень Очень Сильные Сейчас Эти Вот Жидкие Да Сейчас на Рошана Просто Посмотреть Как быстро Он будет Отваливаться Давай Давай Свой Овер Пауэр Бах Бах Тиси Еще Тоже Терпила Он Овер Пауэр Не включает Да Да Реально Он Стоит Не включает Ману Экономит Да Говорит Эра На Расслабоне По сравнению Со Стандартными Играми Статистика Для него Весьма Плачевно А Похвастаться Он Не может Пока Да Кто Его Знает Аганим То есть Хвост Тоже Не мог Похвастаться До Определённого Момента Но Глядишь Налево Направо Час Начнёт И высосит Всю команду Противников Почему бы и нет Да Кстати Никс Мы Немного Забыли Сказать Докупился Дагон То есть Товарищ Это сейчас Будет пытаться Быстро Убирать Потому что Есть Даззл В команде Противника Можно Либо Быстро Убивать Самого Даззла Либо Как-то Стараться Да Типа Убить Быстрее Чем Даззл Обычно Это делает Ну Чем Даззл Пидает Грейт Ну Вот Сейчас Хорошо Затащили А дальше Чё У Нюкса 14 секунд До вендеты Нюкс Стоит Подкопал Карапай сейчас Будут Ну и Форстав Да Форстав Койка уходит Или нет Нет Не уходит Нормально Паник Там Карапаси 11 ХП И Чен Отправит На базу Сейчас Койку А там Урса Разваливает Одного За другим Игроков Команды Снатик Пробайт Просто-напросто Пробайт Нет Красавчик Конечно Койку До последнего Ждал Какая прожимать Карапаси Здесь По тому Последние тычки Он его прожал И Все получилось Здорово Подоспели Не уйти мейтер Абисалбейт А Кстати Пишут Точно Кэмби Дизасэмбл Я Чё-то Завтыкал Мне там В чате Подсказали Что Действительно Можно Разбирать Сашу Яшу Ну Пока Не разбирает Ну Такое Ну Я высок себе Приобрел Все-таки Баттерфлей Ты видел Да У Чена Нарисовался Знатный Артефакт Да Да Чен с даггером Это вообще Огонь Норм Сейчас Врывака Чен У нас Флафанстав Будет Просто То есть Ты врываешься И тестов фейс Сразу В табло На Получи Окаян Авторитетом Задавить Просто Да Ну Когда на тебя Залетает Чен с даггером Ты уже понимаешь Что что-то В этой жизни Не так Так Ну что Тут Четвертая минута встречи Сделано всего Всего-то ничего Фрагов На самом деле 28 Не так Туши много Особой активности Отыграть Действительно Не показывал Ну и посмотрим Сейчас Ликвиды Зайдут ли На хг Попробуют ли Завершить Свой последний Файт И выиграть Этот матч Да Ну вот Между прочим Слово за слово Но фнатики С 16 17 Точнее Минуты Не сделали Ни одного фрага Не снесли Ни одной вышки Ничего не сделали И сейчас Это продолжается Ликвиды Ликвиды Взбивают Хани Конечно Дамаги Вообще Не выдает Никакой Ульта Прошлась Абсолютно По всем Сумонам А всем остальным В общем Героям Дэмэдж Рассыпался И ничего Выдать не смогли Фнатики Да Да Хорошая победа Для ликвидов Очень уверенно Я бы сказал Начало было Немного шатким Но Опять же Я показывал Графики С 17 Минуты Они вообще Ничего не позволили Сделать Фнатикам Вообще Ничего То есть Там преимущество Под конец игры Было порядка 12-13 тысяч Погалдей Ну и паук Такая же была ситуация Примерно Что ж Проходят у нас Ликвиды По верхней сетке Фнатики У нас идут По Нижней И в верхней сетке Мы сейчас будем Венеров наблюдать Да Да Мы сейчас будем Наблюдать Венеров Друзья Совсем скоро Эмпайр Против Ликвид Бест оф три Уже Да Раз Давайте Небольшая рекламно-музыкальная пауза И мы с вами Совсем Скоро Надеюсь Увидимся Никуда не пропадайте